Привет! Бывают такие ситуации, когда вам нужно сказать, где находится какой-то предмет или человек. Или наоборот, вы что-то или кого-то ищите, и вам нужно задать вопрос и понять, что вам ответят об их местонахождении. С этими задачами вам поможет справиться сегодняшний урок. Мы разберем три часто используемых предлога. In, on and next to. И вопрос, где это находится? Итак, представьте, что ваш друг Марк присылает вам фотографию из своего нового дома. Про расположение Марка на этой фотографии можно сказать так. Думаю, вы уже догадываетесь о значении предлогов, но я все-таки расскажу о них поподробнее. Предложение he is in his new house переводится он в своем новом доме. То есть предлог in означает нахождение внутри какого-то ограниченного пространства. Например, в комнате, в машине, в парке или в городе. Следующее предложение. Переводится он на диване. Предлог on используется, когда объект находится на какой-то поверхности. К примеру, на столе, на полу, на одежде, на лице. Обратите внимание, что предлоги в русском языке не всегда совпадают с английскими. Например, мы говорим на кухне, но кухня это помещение и это ограниченное пространство. И по правилам английского языка мы должны использовать предлог in. Но вернемся к Марку и последнему предложению. Это значит, что он рядом с Мэри. Предлог next to используется тогда, когда один объект находится возле другого и идет следом за ним. Давайте возьмем еще один пример. Про расположение кружки можно сказать Как видите, во всех примерах используется одна и та же модель построения предложения. Сначала мы называем что или кто находится в форме существительного mark или местоимение it. Затем глагол to be в нужной нам форме is, am или are. Потом предлог in, on, next to и название места. Если вы потеряли любимую кружку или не знаете, где находится ваш друг, то задайте следующий вопрос. Сначала используйте вопросительное слово where, затем глагол to be в нужной нам форме am, is или are. И назовите кого или что вы ищете в форме существительного или местоимения. Теперь вы знаете все необходимое, чтобы говорить о местоположении людей или предметов на английском языке. Предлагаю вам немного попрактиковаться и проверить себя. Я покажу без звука видеофрагмент, где герой произносит фразу И вам нужно определить, где находится герой по отношению к дому и какой предлог пропущен. Давайте проверим. Мальчик находится внутри, в доме, поэтому говорит В следующем видео один из персонажей рассержен тем, где сидит другой персонаж. И произносит фразу I don't want him... me Я не хочу, чтобы он сидел... где по отношению к нему Теперь давайте посмотрим со звуком I don't want him next to me Я не хочу, чтобы он сидел рядом со мной И последнее задание. Расставьте слова, которые вы видите на экране, в нужном порядке, чтобы у вас получился вопрос Где ключи? Давайте посмотрим видео и проверим Сначала идет вопросительное слово where, потом глагол are и существительное the keys Как ваши результаты? Если у вас остались вопросы, обязательно задавайте их под этим видео И продолжайте практиковать Например, попробуйте описать, как расположены предметы вокруг вас А я на этом с вами прощаюсь Увидимся в следующих уроках Пока-пока!